Здравствуйте, это Координационный Центр. Меня зовут Георгий Георгиевский. У нас серия встреч, посвященная 20-летию Координационного Центра. У нас в гостях Мария Степанова, первый директор и основатель Координационного Центра. Мария, а как вообще появилась идея создать Координационный Центр? Эта идея витала в воздухе. Конечно, Координационная группа, к тому моменту существовавшая уже несколько лет, выполняла свои функции, но было понятно, что объем заявок на регистрацию становится таким, что никакая Координационная группа в ручном режиме с этим уже справиться не сможет. Это была одна, так сказать, ветка развития. Вторая ветка развития была в том, что основными техническими работами, связанными с регистрацией домена, занимался Российский НИИ развитие общественных сетей. И концентрация функций, которые выполнял РосНИИРОС, становилась уже такой, что на это стали обращать внимание другие участники рынка. И вокруг ситуации с регистрацией доменов началась подниматься некоторая возмущенность. Я не буду говорить слово «волна». И стало очевидно, что если сейчас процесс регистрации доменов не будет решен каким-то внутренним самоорганизованным методом, то к этому начнет проявлять большой интерес органы государственной власти, не имеющие никакого опыта работы с доменами, не обладающие этим опытом, но желающие рулить и разруливать. И стало понятно, что необходимо самоорганизовываться и искать какой-то устраивающий всех путь развития доменов в России. Тогда еще... Нет, это уже была Российская Федерация, конечно. Кроме того, существовал некоторый международный опыт, который, конечно, опирался на существование института регистраторов, на разделение функций между технической стороной поддержки доменов и регистрационными функциями. И необходимо этот опыт было учитывать и адаптировать. И стало ясно, что должна существовать какая-то структура, которая занимается этим профессионально и которая бы уравновешивала все заинтересованные стороны к тому моменту, обозначившими интерес к этому процессу. Таким образом, достаточно непримиримые враги собрались и смогли... Я не знаю, как происходил этот процесс, смогу только догадываться. Собрались и учредили организацию, которую назвали Координационный Центр Национального Домена Сети Интернет. И это была точка очень серьезного компромисса. Достаточно было сказать, что по первому уставу, который был создан на тот момент, учредители собирались, организовывали этот центр и больше после этого не имели никаких рычагов влияния. Они не участвовали ни в каких органах управления, органах, принимающих решения. Они просто собрались, учредили и сели, сложив руки, наблюдая за этим процессом. Но кроме того, необходимо было, чтобы все те люди, которые были причастны к процессу регистрации доменов, то есть координационная группа, которая активно и много работала и объединяла очень неравнодушных людей в этом вопросе. И чтобы сам Рос Нейрос, который был одним из учредителей, чтобы вот этот достаточно революционный шаг, необходимо было, чтобы этот революционный шаг прошел как можно спокойнее и мягче. Поэтому координационной группе было предложено принять участие в заседании, в результате которого координационная группа должна была, так сказать, благословить появление координационного центра и выбрать руководителя этого координационного центра. Ну и все так и прошло и так и организовался. Координационная группа провела эти выборы. В шорт-листе было две фамилии, Станислава Рачинского и моя, ну и координационная группа приняла решение в мою пользу. Но опять же, учитывая, что координационный центр, центр компромиссов, Станислав Рачинский также принял участие в дальнейшей работе координационного центра. И не просто принял участие, а я считаю, что играл в этом, особенно в начальном этапе, играл прямо вот первую скрипку. И я считаю, что мне очень повезло, что я имела счастье работать и с координационной группой на этапе, так сказать, рождения координационного центра и с самим Станиславом в процессе работы координационного центра. Ну вот, если коротко, то это вот так. — Ну, очень обстоятельно и замечательно. Прямо видно, что подготовилась. — А что тут готовиться? — Ну, это, в общем, как и есть. Мария, хорошо. Расскажи, пожалуйста, о первых годах работы координационного центра, когда вы практически в тандеме со Стасом составляли первые проекты документов и первые там правила регистрации уже утвержденные координационным центром, а не координационной группой. И какие-то дальнейшие моменты, потому что они были ключевыми. Тогда стартовала вот так называемая опытная зона распределенной системы регистрации доменов. Может быть, ты вспомнишь какие-то ключевые моменты, какие-то исторические события для тебя, на твой взгляд, которые в те первые годы КЦ произошли? — Вот у меня не осталось воспоминаний о каких-то там ярких, взрывных каких-то эпизодах. Это была планомерная, тяжелая, постоянная, не останавливающаяся работа. Центр компромиссов учитывал интересы всех сторон, принимал во внимание мнения всех сторон, обрабатывал эти мнения. И это была, в общем, довольно тяжелая работа. Она была благодарная, потому что, ну, во-первых, можно было сразу увидеть результат. Результат был на очень коротком промежутке. И это очень приятно, да, это все осознавать. Но это было нелегко. Я не буду скрывать, что очень тяжело шло взаимодействие с роснейросом. И дело не только в том, что из-под них выдергивали кусок денег, хотя и это, безусловно, тоже. Но и любой человек, который занимается своим делом профессионально, он к нему прирастает. Вот люди, которые работали в Роснейроссе, там, Блесняков, Олева Акуленко, все те, кто их окружали, они вкладывали в это дело, в свое время они вкладывали в это дело душу. И сейчас отдавать свое родное детище, ну, даже знакомым людям, но это все равно вот мой ребенок, вы же не умеете его воспитывать, вы же все неправильно делаете, у вас же у всех руки не оттуда растут. В общем, взаимодействие шло достаточно тяжело. Но у нас не было обратного хода, у нас не было другого пути, мы могли только идти вперед и развиваться. Скажем, вот из воспоминаний Саши Щербаков. Наша большая печаль полтора года тому назад Саша ушел из жизни, это была, в общем, для нас, для всех большая трагедия. Саша Щербаков на первом этапе возглавлял технический центр. И сколько было с ним сломано копий, это, в общем, это была тяжелая работа. Но как бы то ни было, после того, как все это было создано, несмотря на все ссоры, споры, неурядицы, выкрикивание в адрес друг друга всяких проклятий, бросание друг в друга банановой кожурой, мы всегда могли встретиться и пожать друг другу руки. Вот несмотря на все разногласия, ощущение того, что мы все делаем общее дело, оно все-таки было основополагающим. И я считаю, что это тоже очень важно. И что именно поэтому нам удалась опытная зона, именно поэтому так беспроблемно, я бы сказала, прошли первые аккредитации регистраторов, беспроблемно работал сам ДНС. То есть, с технической точки зрения у нас не возникало никаких проблем. И я могу сказать, что когда я уходила с поста руководителя координационного центра, я оставляла хозяйство в полном порядке. Расскажи как раз про те времена, про времена КИА-СЮ, про Винком и какие-то, может быть, моменты исторические тебе запомнились. Мы хотим сейчас некоторые вещи просто зафиксировать на то, чтобы они как-то сохранились. Может быть, что-то вспомнишь? Ну, из того, что хотелось бы вспомнить, это то, что когда только создавалась первая электронная почта, еще когда релкомом называлась не организация и даже не сеть, а только сервер. Тогда, да, естественно, это был домен СЮ. И тогда речь шла о том, как же формировать домены второго и третьего уровня в рамках СЮ. Вот с самого начала всего этого. И поначалу была принята географическая модель. То есть в качестве домена второго уровня выступал географический домен. Но как этот географический домен выделить? Вот скажем, Красногорск — это географический домен, а Хакасия — это географический домен, а Красноярск — это географический домен. И тогда было принято решение, что в существующей системе междугородних телефонных кодов любой уникальный трехцифренный код является географическим доменом второго уровня. И в домене СЮ первоначально все домены носили географический характер. За исключением очень небольшого количества доменов, которые были присвоены, опять же, на самой заре, когда еще не было принято система географических доменов. Это КИАЭСЮ, поскольку Курчатник относился к одному из создателей. Это ДЕМОССЮ, который в тот момент тоже относился к одному из создателей. Это Институт точной механики вычислительной техники. И еще буквально несколько, где были очень яркие профессионалы, которые принимали участие в развитии вот этой вот сети, которая чуть позже получила название RELCOM. Еще раз повторю, что это вот прекурсор интернета. Поэтому, когда появился домен RU, в котором практически с самого начала было принято решение, что домен второго уровня может быть любым, это может быть товарный знак, это может быть имя любимой собаки, это может быть что хочешь, то и может быть, или имя организации, не обязательно товарный знак. Я с трудом вообще, говоря, эту систему воспринимала, потому что мне вообще, я по жизни ортодокс, мне вот нужно, чтобы у меня все было перпендикулярно и параллельно. Вот. Но, конечно, это, в общем, это неправильно. Конечно, домены должны регистрироваться по велению души. А вот, например, Украина, да, в свое время мы много с Украиной взаимодействовали, контактировали. Они, в общем, я даже не знаю, что у них сейчас творится, но у них были географические домены, и не географические домены только в случае регистрации товарного знака. То есть их ведомство, которое занималось регистрацией товарных знаков, должно было им ноги целовать, потому что очень многие организации регистрировали товарный знак только ради получения домена. Так бы, в общем, и этого бы не было. Ну, я, правда, не знаю, как сейчас обстоят дела, потому что... Это неважно. Да. Что-то еще, может быть, вспомнишь из жизни Рилкома? Ну, Рилком – это было очень круто. Это было... Это было единение душ. Вот что такое было Рилком. Ну, есть один вот какой момент. Когда я заполняла небольшую анкетку для сайтов, связанного с 20-летием Координационного центра, один из вопросов был, сколько лет вы в отрасли. И я задумалась, а отрасли – это вообще что? Но ведь на самом деле сетями мы занимаемся с 90-го года. Но при этом отрасль... При этом я работала в Курчатнике в этот момент. И никакого отношения к связи ни я, ни все те люди, которые работали с Рилкомом, вообще говоря, не имели. И первые лет 10, наверное, когда появлялся прикурсор интернета и интернет, к связникам это не имело никакого отношения. Когда появился Координационный центр, я должна открыть одну маленькую тайну. Мне очень хотелось, нам всем очень хотелось, обеспечить Алексею Павловичу Платонову государственную награду в связи с наступающим 50-летием и очередным юбилеем организации «Домена РЮ». И оказалось, это невозможно, потому что для того, чтобы получить государственную награду, у тебя должен быть какой-то отраслевой знак отличия. А мы все в эту отрасль, которая могла бы нас этими знаками отличия сопроводить, мы к этой отрасли никакого отношения не имеем. Поэтому я внутри себя считаю, что я в отрасли, работаю с момента окончания высшего учебного заведения, и мне очень жалко, что мы не смогли для Алексея Павловича Платонова, который очень многое сделал для того, чтобы интернет в России был таким, какой он есть сейчас, мне очень жаль, что мы не смогли ему обеспечить государственную награду. Вот я помню хорошо конец 2004 года, когда заканчивалась так называемая «опытная зона», когда было небольшое количество регистраторов доменов, практически возникших из организаций, входивших в координационную группу в какой-то момент. И началась такая открытая аккредитация любых желающих компаний, и у нас были первые несколько хостинг-провайдеров на тот момент, которые решили аккредитоваться. Ты помнишь свои впечатления от первых регистраторов, аккредитовавшихся в начале «Опытной зоны», и первых регистраторов, аккредитовавшихся, когда «Опытная зона» закрылась? Ну, я не могу сказать, что между ними была какая-то чудовищная разница, что между ними лежала пропасть. Я бы сказала, что первые аккредитованные регистраторы очень помогли нам, поскольку это были очень зрелые структуры, имеющие опыт работы в этой области. Это помогло нам скорректировать документы, уточнить регламенты, убрать дырки. То есть «Опытная зона» касалась не столько регистраторов, но и, собственно, координационного центра. И в этом смысле, когда мы подошли к широкому полю и стали аккредитовывать любого желающего, мы уже были во всеоружии. И сказать, что они были абсолютно бездарными – это нельзя. Они все были… Все, кто хотела аккредитоваться на границе «Опытная зона», они уже имели какой-то опыт. Кто опыт работы с международными доменами, кто еще какой-то. То есть это не были совершенно случайные организации, которые вдруг «О, а я же вот тут могу заработать денег» и быстро туда нырнули. Ну, потому что требовалась некая техническая оснащенность, некоторая подготовленность, наличие более-менее подготовленного персонала для того, чтобы работать регистратором в рамках домена РУ. Поэтому я не могу сказать, что вот прямо была пропасть. Вот эти были вот сильные, а вот эти вот совершенно слабые. Ничего подобного не было, в общем. Ну, работа была интересная. Интересная. И взаимодействие с большим количеством людей, интересных, со своими идеями, со своим жизненным опытом. Ну, в общем, интересная, конечно, была работа. Каким было начало международного сотрудничества Координационного центра в те годы, когда ты им руководила? Ну, у меня так сложилась творческая биография, что я перед тем, как прийти работать в Координационный центр, несколько лет работала советником Росни и Роса по международным вопросам. И благодаря этому много общалась с нашими зарубежными коллегами, как с представителями европейских регистратур, так и со структурами, которые в конечном итоге превратились в Айкен. Вайкен, как правильно его называть. Поэтому круг взаимодействия был понятен, и Координационный центр как структура достаточно легко в это влилась. Буквально, по-моему, чуть ли не через год или не через два после организации Координационного центра мы стали членами Европейской ассоциации регистратур. И вот так и шло это взаимодействие. Должна сказать, что это сыграло свою положительную роль и в ситуации, когда чуть позже нам пришлось отстаивать регистратуру домена СЮ. Потому что это уже и заведенное знакомство, и понимание внутренних структур, и бюрократических процедур, которые существуют в любой европейской или американской организации. Все это, я считаю, нам очень помогло отстоять домена СЮ, который я, в общем, тоже считаю своим. Как действительно удалось отстоять тогда на том этапе существования домена СЮ? И, может быть, какие-то практики от жизни прежней, от твоего детища, связанного с СЮ, перешли в начальную практику Координационного центра? Дело в том, что поначалу доменом СЮ занималась СЮ-юже. Советская еще тогда ассоциация пользователей ЮНИКС в лице представителей МЦНТИ, Костя Виноградов. И когда мы только начинали создавать всякие документы, всякие положения, регламенты в рамках РЮ, мы очень много взаимодействовали с СЮ-юже. Вот с Костей Виноградовым у нас была очень плотная работа. Чуть позже СЮ-юже передал управление доменом СЮ в руки Фонда развития интернет. Совершенно верно. И вот с Фондом развития интернет у нас уже как-то не очень складывались отношения, но это не было следствием какого-то умысла. Просто каждая регистратура шла своим путем. То есть, когда мы взаимодействовали с СЮ-юже, шел этап становления и в рамках РЮ, и в рамках СЮ. А когда Фонд развития интернет занимался доменом СЮ, все уже было более-менее устаканено, и такой необходимости в плотной работе ноздря в ноздрю не было. Но тем не менее, как я уже упоминала, любое взаимодействие с Айкенс, Сентр, это Европейская ассоциация регистратуры верхнего уровня, это все бюрократические конторы, у которых есть очень четко расписанные процедуры. И если ты понимаешь эту колею и в эту колею попадаешь, то ты приходишь к финишу вместе со всеми остальными участниками. А если ты просто приходишь и начинаешь махать знаменем, флагом и рассказывать, как у тебя все замечательно, сложено, но при этом ты не в рамках процедур, ну, ты так и остаешься, в общем, одиночным пикетом со своим знаменем на обочине этой самой дороги. Поэтому, в общем, да, то, что домен РЮ уже был на тот момент членом Центра, помогло на самом деле и выработать соответствующие коммунике от Центра в адрес Айкен о том, что, ну, в общем-то, конечно, существуют правила, но и существуют и различные отклонения от этих правил, что исключения могут только подтверждать эти правила. В этом смысле я считаю, что РЮ помог СЮ отстоять этот домен. Ну, и слава богу, что он продолжает существовать, потому что и сам Айкен считает, что чем больше доменов верхнего уровня, тем лучше. Для пользователей лучше. Чем больше доменов, ну и хорошо, регистрируйте, продолжайте регистрировать свои торговые марки, свои предпочтения, названия ваших любимых песен в доменных именах. Кто же в этом плохого? После того, как ты перестала быть руководителем Координационного центра, каким-то образом твоя дальнейшая деятельность связана была с доменами, с развитием интернета, как в целом в стране, или у тебя появились какие-то новые задачи и направления? Ну, я вообще сторонник того, что уходя, уходи. На самом деле, после того, как я ушла из Координационного центра, я 10 лет проработала в компании интернет-провайдере. Потом эти 10 лет прошли, и я вдруг неожиданно обнаружила, что у меня пенсия подошла, и что я стала уже пенсионеркой. И я подумала, что, может быть, пора прекращать делать карьеру, может быть, подумать о душе, подумать о семье. А в этот момент у меня сын заступил на пост главного конструктора разрабатываемой системы информационно-аналитического сопровождения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это большая проектная работа, это большой крупный проект, который длился несколько лет, и я со своим опытом могла, безусловно, оказать ему помощь и поддержку. И я решила, что, в общем, пора мне на пенсии заняться помощью молодому подрастающему поколению, и перенесла центр тяжести в проектную деятельность. И это оказалось очень интересной работой. Это оказались невероятно интересные проекты. С очень интересными людьми, с молодежью. Была создана, на мой взгляд, прекрасная крупная информационно-аналитическая система для МВД, включающая в себя несколько десятков различных сервисов и подсистем. Ну, короче, это была очень интересная работа. Сейчас я занимаюсь еще одним проектом, тоже большим, тоже крупным. Я работаю в одной из дочек Ростелекома. Но она тоже занимается именно проектной деятельностью, а не интернет-активностями. И эта работа связана с такой государственной услугой, как получение загранпаспортов в МФЦ с чипом. И все МФЦ Российской Федерации, а их там, они исчисляются несколькими тысячами штук, оснащаются такими криптобиокабинами, в которых каждый из нас, из вас может прийти, сделать загранпаспорт. И эта информация уходит по каналам связи в МВД, в соответствующие авторитетные органы, печатается на госзнаки, и потом возвращается в тот же самый МФЦ, где заявитель пришел и фотографировался, и сдавал отпечатки пальцев. И это очень большой проект по всей стране, 5000 кабин, в котором участвуют Ростех, как производители этих кабин, в котором участвует НИИ «Восход», как разработчик программного обеспечения. И это тоже большой интересный проект. Вообще проектная деятельность – это страшно интересно. Не только интернет, это интересно. То есть за границей интернета, за стенами коррессионного центра есть жизнь. На твою позицию со стороны внешнего наблюдающего, потому что КЦ после развивался, например, появился домен.рф. На твой взгляд, насколько 10 лет назад, в прошлом году, как раз мы 10-летие домен.рф отмечали, 10 лет назад стартовал домен.рф, насколько было впечатление твое при старте, насколько он нужен, важен, пойдет, не пойдет, и насколько твое впечатление от домена.рф на сегодняшний день? Ну, я должна честно сознаться, что я недооценивала распространенность домена.рф. То есть мне казалось, что домен.р.ю будет, так сказать, превейл. И я ошиблась в своих прогнозах. Ну, да, это... Я всегда исходила из того, что весь интернет трансграничен. И никто не будет спорить с тем, что английский язык – это международный язык общения. Ну, де-факто, да, конечно, в ООН существует шесть языков, и все шесть языков равноправны. Но, тем не менее, стандартным языком международного общения является английский. И мне казалось, что это очень хорошо, что есть домен.р.ю, что есть англоязычные домены, и есть англоязычные документы, потому что это развивает. Второй язык в любом случае, а третий язык развивает любого человека еще больше. И это немножко в сторону. Я не знаю, насколько это интересно будет. Интересно. В любые стороны интересны. Вот у меня был опыт в центре, в организации, которая занимается европейскими доменами. Я обратила там внимание на представителя швейцарца, представителя швейцарского домена. Он в кулуарах, в разговорах подошел к французу, поговорил с ним на французском языке. Подошел к представителю английского домена, поговорил на английском. Подошел к итальянцу, поговорил с ним на итальянском. Ну, после этого мне стало интересно, я подошла к нему, спрашиваю у него, Марк, сколько языков ты знаешь? Ты на всех языках разговариваешь? Он мне говорит, ну, я разговариваю на семи языках, еще три я понимаю. Говорить не могу, но понимать могу. Ну, я говорю, ну, я могу только аплодировать. Он говорит, да, а у нас вот так все построено. Вот я жил в Швейцарии, у нас на одной улице жили французы, а на другой улице жили итальянцы. А в детский садик, в который мы ходим с трех лет, нас начинают учить латыни, а она проматерь всех языков. И поэтому, когда нам исполняется 15 лет, ну, 3-4 языка у нас уже у всех есть в нашем багаже знаний. И вот мне казалось, что домен.ру и распространенность вот этой англоязычной, англоязычная, она очень на пользу. Это очень хорошо, это правильно. Но недооценивало того, как распространено и как широко пошел домен РФ. И не только в России, я знаю, что и за границей. Многие регистрируют домены в зоне РФ. Но это тоже хорошо, это означает, что они тоже изучают русский язык. Так что это да. Могу сказать, что вот на сегодняшний день у нас есть, мы стараемся развивать как организационный центр дальше эту тему с интернационализированным доменом, с возможностью его дальнейшего использования. Сейчас мы плотно за ним развиваем проект, связанный с универсальным принятием. Это в целом тема, посвященная тому, чтобы можно было пользоваться всеми возможными интернет-сервисами на родном языке. Например, электронной почтой. Чтобы и до собаки была кириллица, либо любой другой язык, хоть клингонский. И, естественно, после собаки. После собаки достаточно все просто, и это уже несколько лет как работает. А вот до собаки – это целая большая работа просветительского плана по большей мере. Вот мы сейчас проводим там... Я, кстати, хотела рассказать. Да, расскажи, пожалуйста. На одной из международных встреч по поводу как раз развития национальных доменов выступал представитель израильского домена, который точно то же самое рассказывал про до собаки и после собаки. И вот когда ты задумаешься, что после собаки ты пишешь справа налево и снизу вверх, а до собаки слева направо, ты поймешь, почему международный израильский домен не получил такого широкого распространения. Да, есть везде свои нюансы. А у японцев вообще тоже своя письменность. Ну, вообще с иероглифами, иероглифическая письма. И все сверху вниз. Да, тоже свои есть особенности, но, в принципе, так или иначе развивается история. А скажи, пожалуйста, хотела ли бы ты вот для себя в ежедневном пользовании e-mail-адрес mariasobakastepanova.rf? У меня был мой горячо любимый адрес с самого начала. Появление, ну, я бы сказала, прекурсора интернета, электронной почты. У меня был адрес maria.esu. И я его, конечно, очень любила и очень хранила, но адрес не сохранился. Да нет, я, в общем, спокойно отношусь. Что для тебя интернет в сегодняшнем понимании? Это некий российский национальный интернет, рунет, да, которым пользуемся мы каждый день, и услугами в нем, и информацией и так далее. Или для тебя понятие интернет – это глобальная большая сеть, и российский сегмент – это просто небольшая его часть, как и все остальные. Что для тебя лично именно в эмоциональном плане на сегодняшний день? Не тогда, когда ты участвовал в создании всего вот этого, в том числе и рунета, да? А вот на сегодняшний день по ощущениям. Ну, у меня нет вот такого разделения. Вот это вот российский интернет, и он маленькая часть. А есть большой интернет, и он большая часть. У меня нет такого разделения. Для меня интернет – это инструмент, который у меня каждый день находится в работе. Я его использую. Мы все его используем каждый день. Вот как братья Стругацки в своих произведениях говорили об информатории, ну, вот этот вот интернет у меня всегда есть. Часть ли он российский, или он зарубежный интернет. Я и зарубежные новости читаю, CNN-овские. Я и ИБМ пользуюсь, и Алиэкспрессом пользуюсь, знаете ли. Вот. И новости читаю, и телеграм-каналы читаю, и с друзьями общаюсь, и в том числе с теми друзьями, с которыми начинался интернет. Здесь Галка Коваленко, которая сейчас живет в Америке, Андрей Соколов, который был первым системным администратором офиса КАЦ, который тоже сейчас живет в Америке. Я с ними общаюсь или по скайпу, или по зуму, или через сигналы, или через мессенджеры, которые позволяют. И у меня нет особого разграничения. И мне очень не хочется это разграничение проводить. Вот когда возникает история про суверенный российский интернет, мне очень больно. Я против этого. Одним из оснований, почему я уходила со своего поста, было и то, что я понимала, что остановить это давление я не смогу. И весь КАЦ не сможет остановить это давление со стороны людей, которые считают, что они точно знают, как должен развиваться суверенный интернет. И поделать с этим я ничего не могу. И занимать при этом пост в организации, которая, казалось бы, должна уметь этому противостоять, это было такое болезненное осознание, что против этого вала мы не устоим. К сожалению, попытки Роскомнадзора по отключению телеграмма, потому что это правильно, и попытки... Мне больно. Мне это больно. Это некоторая общая боль, в том числе для всего остального интернета, потому что не только в России идет речь о суверенных сетях. Да, я с этим согласна, и это очень плохо. А что ты думаешь об альтернативной доменной системе? То есть о том, что могут находиться другие корневые зоны, другие корневые серверы со своими доменами, либо если в основных корневых зонах домен выключается, то они остаются альтернативных. Вот эти все истории, в том числе связанные с резервным интернетом для суверенного российского интернета. А вообще это имеет право на жизнь? Мне не нравится эта идея. Мне нравятся идеи объединяющие, а не идеи разъединяющие. И все, чем я занималась на протяжении всей своей творческой жизни и творческой карьеры, было объединение, а не разъединение. Имеет ли это право на жизнь? Ну да, наверное, есть какая-то система координат, в которой это имеет право на жизнь. Но это не моя система координат. В завершении нашей с тобой сегодня беседы прошу тебя побыть немножко футуристом. Я очень надеюсь, что мы лет через 10 вернемся к нашему разговору и ретроспективой посмотрим на твои такие видения того, что за ближайшие 10 лет в развитии интернета в целом, объединенного интернета, большого, произойдет. Вот сегодня 21 год. Вот мы встретимся с тобой в 31 году. И что произошло за 10 лет? Количество доменов в домене РФ превысило количество доменов в домене РУ. Так. К сожалению, идея объединенного интернета прекратит свое существование. К сожалению, мы будем иметь много различных суверенных интернетов и будем свидетелями нового движения, так сказать, обратного хода маятника. А теперь давайте попробуем их объединять. Ну и интернет станет еще большим проникновением во всю нашу жизнь. Я думаю, что мы будем ходить с чипами тут или тут. Ну а то, что мы действительно будем все еще больше привязаны к сети, ну в этом ничего плохого нет, потому что нам будет проще видеться и общаться. Возможно, следующая наша с тобой встреча через 10 лет будет проходить в режиме какого-то специального анабиоза, когда мы будем общаться мысленно. Я бы все-таки предпочла личное общение. Договорились. За бокалом вина, под приятную музыку, в компании очень близких друзей. Устроим. Спасибо, Мария. Это был Координационный центр и встречи, приуроченные к 20-летию Координационного центра. С нами была Мария Степанова. Спасибо всем.